Теплоход «Серебрянка» доставил в Мурманский порт отработавшее ядерное топливо, выгруженное с суднозаправщика «Лепси», утилизацией которого занимаются специалисты судоремонтного завода «Нерпа». В областном центре «Серебрянку» встречали руководители Атомфлота и партнёры из Европейского Союза. Прямо сейчас за моей спиной пришвартовывается теплоход «Серебрянка» к одному из причалов Атомфлота с первой партии отработавшего ядерного топлива плавтехбазы «Лепси». Специалистам потребовалось около трёх месяцев, чтобы подготовить топливные сборки к транспортировке. Встречать стометровое судно приехали как российские эксперты, так и партнёры из Европейского Союза. Для зарубежных специалистов решение вопросов по транспортировке, хранению и переработке отработавшего ядерного топлива, накопленного в России за многие годы, имеет особое стратегически важное значение. Задача совместными усилиями – минимизировать радиационную опасность. Десять лет назад был дан старт проекту по перевозке топливных сборок с плавтехбазы «Лепси». Самая главная опасная угроза идёт от отработанного ядерного топлива, это мы все понимаем. В этом смысле «Лепси» был самый опасный для морской среды объект. И сегодня, конечно, приятно, что первый шаг, и самое главное, который чётко показывает, что вырезка топлива и его отправка на маяк будет точно осуществлена, неважно, я, насколько помню, в июне следующего года должна в целом, да? Ну, даже если чуть затянется, это не столь принципиально, потому что самое важное, что сегодня все технические проблемы этой сложной задачи решены. На теплоход «Серебрянка» поместились более ста топливных сборок. Чтобы перевезти оставшиеся, придётся совершить ещё пять рейсов. Затем их отправят на переработку на предприятии «Росатомомаяк» в Челябинскую область. Так радиационные риски в нашем регионе значительно снизятся. Имея уникальную, не только в России, во всём мире инфраструктуру по обращению с отработанным ядерным топливом, ядерными отходами, уникальную для всего мира инфраструктуру на территории региона, пользуемся этой инфраструктурой, используем её для того, чтобы не оставлять вот это ядерное наследие, опасное ядерное наследие, опасные объекты экологического ущерба нашим потопкам. Долгие годы проблема Лепси, обслуживающей атомный ледокольный флот, считались неразрешимыми. Но благодаря сотрудничеству более 20 предприятий госкорпорации «Росатом» и финансовой поддержке международных организаций, полный вывоз аяд с плавучей базы планируется завершить уже в 2020 году. Атомфлот тогда ещё в составе Мурманского морского пароходства были инициаторами этого проекта. Бессловно, это труд большого количества людей, но я отметить бы хотел одного человека, и хотел бы назвать его фамилию, Алексей Николаевич Григорьев, который руководил всей группой по выгрузке, и их работа профессиональная позволила сделать это безопасно. Проект по утилизации опасного содержимого сплавбазы Лепси ведётся за счёт гранта Фонда поддержки природоохранного партнёрства «Северное измерение», распорядитель фонда «Европейский банк реконструкции и развития». Сумма выделенного России гранта составляет 53 миллиона евро.